Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настатель храма «Воздвижение Креста Господнего Митине» Иерей Стахий Калатвин. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Много времени прошло с последней нашей встречи, и вновь вы с нами, и вновь мы будем отвечать на вопросы, которые нам присылают в таком большом количестве, и надеемся, что на все вопросы мы ответим. Первый вопрос. Начнем так сразу же. Есть выражение «на все воля Божья». Так почему же в мире страдает столько людей? Что за несправедливость? За свободу надо платить. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. А вот нам Глеты с Фаустом вместе напоминают вот эту истину, истину, правда, и вангельскую, потому что мы созданы по образу и подобию Божию. Господь нас творил свободными, и эту свободу действительно он ее хранит. И главная воля Божия, чтобы мы жили свободно. Если мы хотим по своей свободе исполнять заповеди Божии, приближаться к нему, Господь рад. Если, конечно, мы отдаляемся по своей свободе и, наоборот, в грех, в злодеяния какие-то, Господь печалится, но его воля нашу свободу хранит. Поэтому тут уже можно увидеть, насколько наша свобода – это такой дар, которым надо уметь пользоваться. Что если ты свободное существо взял и навредил кому-то из окружающих и ближних, то это не получится списать на Бога, что это воля Божия. Иногда, для того, чтобы немножко разнообразить и дать нам филологическую подсказку, как вот из этой дилеммы выбраться, говорят, есть воля Божья, что-то происходит по воле Божьей, а что-то по Божьему попущению. То есть Господь, конечно, контролирует ход бытия, но что-то Он попускает. Попускает, потому что, да, это противоречит Его воле благой о нашем спасении, о нашем счастье, но все равно в полном соответствии с Его волей о сохранении нас подобными Ему. Потому что если бы Господь ограничил нашу свободу, мы бы перестали быть как Он. Бог абсолютно свободен. Ограничив нашу свободу, Бог бы показал, что Он сам не свободен. Потому что если мы как Бог, а свободы у нас нет, получается, что и Бог, что ли, не свободен тогда. Поэтому нам со своей свободой надо очень бережно распоряжаться. Свобода – это многоценный дар, и поэтому мы ни в коем случае не можем ее порабощать греху и сатане. Потому что можно сказать, ой, что это такое за дар, который такие несчастья в мир приносит. Нет, свобода, она нас принадлежит Богу, совершенствует. Вот если ангелы могут только воспевать спасителя на небесах, могут выполнять какие-то прямые указания Божии, потому что апостол Павел говорит, ангелы, служебные духи, службы посылаемые. То венец творения человек сам творец, и он может своим творчеством прославлять Господа, как вот этот замечательный Казанский собор. Вот мы вспоминаем Казанскую икону Божьей Матери. Да, образы разные Престой Богородицы. Одни образы, как Владимирская Богородица прижимает спасителя к себе, образ умиления. Другие, как Казанская Престая Богородица, она лишь вот такая царственная матерь своего царственного сына, который хоть и ребенок, но уже смотрит на нас, да, как указующий нам путь ко спасению царь и творец мира. Да, то есть можно уже, мы видим, творческими способами прославить спасителя. И в искусстве, в иконописи, в архитектуре. А можно, наоборот, несчастье мирно помнить. Иногда сатана просто на нас надевает такие шоры и говорит, ой, какой весь мир жестокий. Но нет, мы же смотрим, не только мы говорим, человек свободен, Бог по своей воле дал человеку свободу, Бог все контролирует. Поэтому здесь, несмотря на то, что люди все так портят, столько замечательного мира. Потому что если бы не было замечательного, мы бы все на себя руки наложили, там, с аумбистом жизнь покончили. А так все-таки совсем безумные люди только так поступают. А безумные либо в психическом плане, либо которые уже совсем душа поморчена. А мы же все-таки, как бы у нас не была тяжелая жизнь, мы радуемся. Мы видим, насколько мир прекрасен. Насколько прекрасно просто вздохнуть воздухом, пусть и со смогом больших городов, или там маленьких городов, но с каким-то тяжелым производством заводским. Точно так же тяжело. Вроде нам даются, ой, вот этот труд, как мы устаем. Но все равно мы отдыхаем, мы наслаждаемся, мы встречаемся с друзьями. И тоже это перевешивает вот эту какую-то суету или, наоборот, тяжелую рутину нашего труда. Мы терпим где-то неудачи, но радости это все перевешивает. Поэтому в мире, несмотря на то, что человек все портит, гармония божественная всегда есть. А если мы все-таки хотим, чтобы попасть в то место, где воля Божия уже 100% исполняется, то нам тогда надо целиком не попасть в то место, где исполняется Божье попущение. Что Господь рад, что кто-то пойдет на добровольное мучение? В ад не Господь загоняет. В ад загоняет человек. То есть тот человек, который свою свободу распоряжался на то, чтобы жить не по Божьей воле, а по Божьему попущению, он и попадет в то место, где действительно все будет по Божьему попущению. Господу никакой радости ад не принесет. Но если человек выбрал его для себя, то это будет. А мы же стараемся, если мы волю Божию сейчас исполняем, то мы попадем в то место, где воля Божия совершается, где абсолютная любовь, нет вражды, а непрестанная радость и очень-очень интересно и здорово. Что такое эпитемия и что происходит, если ее не выполнить? По каким причинам допускается невыполнение? Эпитемия — это некоторое духовное упражнение. То есть это само по себе, вот как упражнение, оно не имеет самостоятельной ценности. То есть когда ребенок пишет прописи, это никак не сказывается на том, что он будет когда-то потом важные какие-то государственные документы подписывать или бизнес-план своей транснациональной корпорации, которую он построит. Да, это именно только, ну, чтобы чуть-чуть там почерк устоялся, научиться первые навыки письма, потому что пока что совсем и буквы не запоминаются, когда запоминается, криво пишут и так далее. Точно так же человек, когда он берет и упражняется, делает какие-то упражнения физические для своего тела, никакого смысла в самом по себе там председания, отжимания нет. Но есть смысл, что ты получаешь какую-то физическую крепость тела. Если ты берешь и на английском, на первом уроке заучишь слова «red bad cat», да, и там работаешь над произношением, то ты это делаешь не потому, что, ой, это самые важные слова в английском языке, да, крыса, кошка или тучая мышь. Конечно, нет, но это просто вот такое начало, это упражнение. Точно так же и эпитемия. Упражнение, кому больше надо делать упражнение, кто допускает больше ошибок. Если, то есть, человек, в принципе, спортивный, подтянутый, может, ему там меньше физических нагрузок надо регулярно. Если человек, он пишет грамотно, если человек, он и с почерком, и все нормально, он будет меньше упражнений каких-то письменных делать. Если у человека как-то в уме, у него все легко считается, цифры складываются, просто живой калькулятор, то ему не надо как-то сидеть и там бесконечные примеры какие-то решать. У него и так все это работает. Точно так же и в духовной жизни. Если мы вспомним, грех — это по-гречески, амортия, это промах. То есть мы куда-то не попали. То есть мы взяли, совершили ошибку мимо цели. И поэтому для того, чтобы утвердиться в том, что непросто, а потом раз, и мы вроде в следующий момент не согрешили. Случайно, навскидку, подняли лук, да, как в древности, в цель стрела полетела и попала. Но раз и год и в палка стреляет. Вот что для того, чтобы немножко закрепиться в каком-то своем, после духовного падения, нам дается эпитимия, эпитимия как духовное упражнение. А если мы вспомним, что человек после травмы восстанавливается, он сначала ходит на костылях. То есть некоторые снисхождения, так и наоборот, для людей новоначальных не делают все те же требования, как людей, которые давно фрам ходят. То есть они еще могут на какие-то свои послабления опираться, как на костыли. Но однако, если ты уже все-таки верующий человек, то тебе сняли вот гипс с руки, тебе неохота ее двигать. Она у тебя висит безжизненно, ты отвык. Да, и вот лишь бы ее опять положить на ленточку. Помню, даже в детстве, когда ломал руку, мне гипс сняли, я по-прежнему ходил еще после этого некоторое время, иногда руку разминал, иногда все-таки все равно клал. Особенно в общественном пространстве дома хожу, а так я боюсь, что кто-то ее заденет, как-то ей больно будет, и что даже нас пропустили с мамой без очереди к мощам целителя Пантелимона, который буквально, может, в первый раз это тогда привезли в 1994 году на нашу, на русскую землю со Святой горы Афон. Тоже там все-таки увидели, мальчик там со сломанной рукой, мало того, что маленький такой белокурый, так чуть сломанной рукой, давайте, давайте, им там вместо длинной очереди сразу к мощам попали. Не было никакого там это мошенничества, умысла, но вот так выглядело. И это правда вот было так. Но надо, надо своей вот этой сломанной рукой работать. Ноги сломал, неохота ходить, нет, надо ставить. Даже у тебя все, если после тяжелого греха, потому что эпитемия чаще всего это последствия тяжелого греха, все-таки не за каждый пустяк. А смертный грех тяжелый, он не просто болезнь, а как ампутация. То есть все, у тебя вот ногу отрезали, у тебя она все никогда не вырастет. Но ты все равно должен ходить. Ты должен не в колясочке ездить или ждать, что у тебя кто катает, или смотреть, ой, в Западной Европе там с пультом вообще все ездят, там в боевиках современных, там профессор Икс ездит, там на модном кресле таком и так далее. Нет, ты должен вставать и идти, вставать на протезы, натирать мозоли. Это неприятно, но это то упражнение, в данном случае не духовное, а телесное, которое тебе поможет исправиться. Так и вот эпитемия тоже, она воспринимается как духовное упражнение. Однако даже нет тут никаких универсальных моментов, как у разного человека разной способности организма, ему разные упражнения, как после травмы, так и просто для какой-то поправки своего физического состояния. То, что для одного нормально, другой просто надорвется. Так и порой, конечно, священник может не разобраться и дать очень тяжелую эпитемию, к которой можно подойти и к батюшке сказать, батюшка, ну вот не в моготу, да, что не могу я там столько там поклонов выкладывать, да, или там молитвы я вычитываю, как вы сказали, но у меня это все просто буква у меня, я просто вот отчитываю текст, но никакого общения с Богом нет. Или батюшка, вы мне запретили причащаться там полгода, но я вот уже действительно исправился, моя душа жатит, можно вот уже там три месяца прошло, можно я там причащусь, правда, я этого хочу, я боюсь остыть и вообще и не прийти даже через полгода. И священник нормально прислушается. Если у вас есть сомнения, что священник, дашь вам эпитемию прав, то надо вспомнить, брали вы эту эпитемию своего духовника, или бывает, что кто-то залез в чужой огород. Например, человек приехал в монастырь, в другую епархию, к священнику, который не относится к его приходу, и вот в монастыре монах, который не привык к реалиям мирской жизни, как люди на приходах живут, он берет и на чужое духовное чадо накладывает эпитемию. Тут надо помнить, вы ее вообще не то, что не обязаны исполнять, а вам запрещено ее исполнять. Это, наоборот, не послушание своему приходскому духовнику, что вы у кого-то другого берете эпитемию. Поэтому надо вернуться домой. Это еще вот покойный патриарх Алексий на собраниях духовенства, и святейший патриарх, здравствующий Кирилл, тоже обращали внимание. Негократно говорили, батюшки, к вам приезжает кто-то из монастырей с какими-то эпитемиями, вы им говорите, не обязаны соблюдать. То есть потому что вы человека знаете, он регулярно исповедуетесь, вы знаете, что он вынесет, что не вынесет, что ему полезно, что вредно. А человек, даже если он молитвенник, этот монах, он там по ночам на камне молится, то есть в святой жизни человек, он не сможет понять, что сейчас человеку полезно. Поэтому тоже, если где-то вне своего прихода получили, просто к своему приходскому батюшке подойдите, попросите вас от этой эпитемии освободить. Если тяжелая эпитемия, и вас именно, ваш приходской священник тоже, то тут можно обратиться к духовнику епархии, узнаете, кто вот батюшка, кто других батюшек исповедует, к нему сходить, и может уже пожилой, заслуженный батюшке скажет, так, это какой-то был молодой, такой горячий, борода еще не выросла, уже эпитемии раздает. Вот я свои вот послушанием, не властью, а послушанием, на которое меня возложили, духовником епархии быть, я вам разрешаю ее сократить. Тоже вариант. Боречка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос, на него ответим. Здравствуйте, в эфире задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доча, батюшка-благословитель. Бог благословит. Скажите, пожалуйста, у меня такой график работы, что не получается быть часто на всеночной перед причастием, и приходится на литургии исповедоваться, причащаться. Я понимаю, что неправильно, но вот сейчас так не получается. Скажите, насколько это серьезно? Насколько серьезно это? Проблема системная, ее надо системно решать, потому что, конечно, сталкиваюсь постоянно с такой ситуацией. Действительно, в ритме современного города, работающего человека, который еще некоторый путь до работы проделает и обратно кормил семьи, у него нет возможности ходить каждый раз на всеночное мнение. Однако причащаться, конечно, надо за каждую литургию, лишь тем более воскресенье без причастия мы не можем прожить, иначе мы Пасху Христову, воскресенье Христову не почитаем. А в то же время, конечно, исповедь на литургии без какой-то уважительной причины – это настоящее кощунство, потому что мы празднуем, что Христос победил смерть, дает нам величайшие дары, а тут мы берем и стараемся вот эту великую радость замазать собственными грехами. Ну, можно сказать, а как же батюшки на исповеди стоят с утра? Нет, батюшки стоят на исповеди для кого? Бабушка еле встала, вот она вчера еще у нее давление зашкаливало, она просто ее шатала, да? Она только с утра дошла. Батюшка что, ее отвергнет, поисповедует? Мамочки пришли с маленькими детками. Да, человек больной, человек, правда, вот не просто он даже устал, а правда, вот был на работе вечером, и это вообще у него никаких других. То есть вот он приехал на заработки, поработает посменно, и уже никаких шансов попасть. Ну вот, то есть экстренная ситуация, можно поисповедоваться на литургии. А в принципе на литургии исповедоваться без уважительной причины земли. Посмотрим, уважительная причина у вас, уважительная. Ну вот вы говорите, что все-таки не всегда, но иногда можете выбраться на все ночи. Так этого достаточно. Ну вот выбирайтесь раз в месяц, раз в полтора месяца на все ночное бдение, спокойно там молитесь, исповедуйтесь, потом весь месяц, каждое воскресенье причащайтесь. Да, потому что наша задача не отчитаться, галочку поставить перед причастием, что имеется в виду, когда говорят «причастие после Испыди». То, что ты покаялся и меняешь свою жизнь. Ты пришел на все ночные бдения, покаялся, ты искренне помолился на вечернем богослужении, ты работаешь над собой, меняешь свою жизнь, сражаясь со грехами, и потом каждое воскресное богослужение ты просто идешь и причащаешься поэтому со своим духовником тоже вот эту идею обсудить. Он может немножко с подозрением к ней отнестись, но, возможно, он просто не читал документ об участии верных в Евхаристии, хотя этот документ принял собор архиерейский нашей Русской Православной Церкви. И никакой батюшка, да, ни я не могу его отвернуть, ни батюшка в любом городе не может сказать «ой, мне патриарх и епископа не указ». Если человеку епископа не указ, то он уже и не священник, потому что апостолы, там церковь, где епископы, наследники апостолов, там, конечно, церковь. Поэтому тот тоже, может, если принесите батюшке, распечатайте, он так почитает, скажет, ну да, я, в принципе, знаю, что ты постоянный прихожанин, кому-то другому бы, там, какой-нибудь заболдыга, который заходит, я бы его без исповеди пред причастия не допустил, потому что знаю, что он наверняка накануне где-то в канаве под забором валялся, куда его без исповеди. А ты, действительно, честный трушеник, поисповедовался раз в месяц, раз в полтора месяца, и можешь спокойно приходить со своей семьей, со своими там детками, причащаться по воскресным дням. Кроме того, еще иногда вот не получается на всеночную прийти, вот вообще ни разу. Но, например, к концу всеночной уже рабочий день заканчивается, и можно прийти к концу и поисповедоваться. Поисповедовался и на службе вроде не постоял, а уже на литургии не отвлекаешься, и батюшку не отвлекаешься, да, все вокруг воскресной службы сосредоточены. В том числе точно так же можно и в будний день. Ты не собираешься, там, нет у тебя возможности в среду утром, например, причтиться с утра, ты работаешь. Но во вторник вечер ты заходишь, а там как раз батюшка до Белокавицы говорит, батюшка, не могли бы покаяться, а не то вот сложно выбраться на субботу. Батюшка говорит, нет, сейчас я убегаю причащать болящего. Хорошо, не получилось. А в другой раз, батюшка, убегаете причащать болящего? Батюшка говорит, нет, все болящие здравы, поправляются, никуда не убегают, давайте поисповедуемся. Поисповедились тоже в какой-то этот вторник, и потом месяц по воскресеньям причащайтесь. Вот и все. Вот такой вот нормальный, обычный совет. В чем причина очень частых, практических, постоянных скорбей? Они начались у меня с тех пор, как я пришла в церковь. Как от них избавиться? Очень тяжело. Когда человек приходит в церковь и исповедуется, первое, что он после этого делает, он целует крест Христов. Второе, что он делает, он целует Евангелие. Это не просто так для красоты. Евангелие, оно нам напоминает, что мы должны жить не по совести, которая у нас может быть дырявой, иногда все с ног на голову переворачивает, а что мы живем по заповедям Божьим. А крест, то, что мы целуем, мы говорим, Господи, я спасаюсь, освобождает меня от грехов то, что ты своей причистой кровью на кресте распявшись, мои грехи омыл. Омыл мои грехи и пострадал, не имея никакой вины. Господь страдал, мучился, хотя вообще ничего дурного за свою жизнь не сделал. Мы же говорим, Господи, я готова, я чту твои страдания и готова их с тобой разделить, чтобы, раз я хочу разделить спасение, спасение, которое вот эту вечную жизнь, наследие Царствия Небесного, которое у тебя есть, то я на пути к нему готова тоже пострадать, причем пострадать не за что-то, а именно за свои грехи. То есть человек, когда он не приходит в церковь, Господь же всех в принципе любит. Если он знает, человек не хочет к Богу, не хочет в рай, он хочет гореть в вечную воду, но зачем его сейчас мучить? Господь же к нам, как к своим детям, относится, пусть и неразумным. Зачем ему испытания посылать? Пусть живет, не мучится, все, у него будет без испытаний, пусть грешит, грешит, радуется этой земной жизни, все равно потом в вечном мучении пребывать. Если человек все-таки понимает, что идет к Христу и понимает, что какие-то грехи есть, то Господь посылает испытания. Порой человек не понимает, скажет, да нет, я вот идеален, я совершенен, в принципе не за что, тогда Господь продолжает посылать испытания. Поэтому вам, прежде всего, надо посмотреть, разобраться, видите ли вы, за что вам Господь может посылать. Возможно, что сейчас делается, например, очень часто люди приходят в церковь, и у них вместо любви к ближним появляется формализм, и тогда Господь испытания очень много посылает. Тогда надо формализм и любовь всех поучить, отвергнуть и с любовью к людям обращаться. А другая может быть ситуация, что сейчас, наоборот, по-христиански живет человек, но до этого были какие-то грехи, за которые сейчас можно пострадать. Как мы вспоминаем, вот есть замечательная книжка на горах Кавказа про отшельников, которые уходили в горы монахи при советской власти. Их преследовали, КГБ их преследовал, выслеживал, кто им там еду приносит, в горы идет. Их горцы, дикие народы тоже там преследовали, избивали, издевались и так далее. Там был один вот монах, который постоянно молился, никто не знал о его прошлом. Господи, накажи меня здесь, помилуй меня там. И вот он очень тяжело заболел, то есть все остальные и так там очень тяжело жить, а он еще болен, даже не может себя как-то обеспечить, лежачий фактически человек. И раз увидели, что приближаются горцы, и все монахи убежали еще дальше в какие-то расселены, спрятались, а он не мог даже подняться садра. И они вернулись, увидели, что его избили и скинули со скалы. И если человек неверующий, ему кажется, ой, какой ужас. А монахи, они наоборот обрадовались, потому что они поняли, что Господь услышал молитву. Я вот помню, мне это в детстве очень впечатлило, показало разницу христианского и нехристианского восприятия мира. Что Господь услышал молитву, и действительно, возможно, у него были настоящие очень тяжелые грехи до этого, вот в его молодые годы. И что Господь ему дал искупить. Другое дело, что Господь дает нам по силам. Нам как раз, может, не надо так молиться, нам дерзать, как вот такому монаху-отшельнику не стоит. Наоборот, мы говорим, Господи, помилуй нас. Собственно, чаще всего, что мы на любой службе говорим, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То есть милость прояви, не заслуженную нам награду дай, не за что нас награждать, а вот действительно милость прояви. И поэтому вы абсолютно вправе молиться, Господи. Я уже верю. Это я раньше по гордости сопротивлялась и говорила, ой, за что это, вот там какие-то грешники, им ты испытания не посылаешь, а то мы уже разобрались почему. Потому что Господь, ну, видит, хоть бы, а не земной жизнь насладилась. Вот мне нет, поняла, что это не оправдание. Или вот, что, ой, мне испытания какие-то незаслуженные, не такие тяжелые грехи. Нет, понимаю, это у меня вот грехи, правда, заслуженные. И теперь, когда я это уже поняла, не надо меня вразумлять, Господи. Все, помилуй, дай мне чуть-чуть полегче, Господь увидит. Так, человек все понял, человек не споткнется, его не надо тянуть из глубины, да, там вот как человек там тонет, его надо спасать, хоть багром острым подцепить, хоть даже ты этим багром человека покалечил, но он зато не утонул. Да, если человек уже все, вылезает из воды и не заныривает, не пытается утонуть, а уже все лежит, то уже все, его никто специально багром не будет тыкать. И ты лежишь уже, конечно, еще тебе тяжело, ты наглотался морской воды, ты был в шаге от смерти, ты весь измотан, но все равно уже ты спасен. Точно так же и сейчас, может, ваша душа какими-то испытаниями, она через них прошла, и сейчас уже будет легче. Попросите Господа, скажите, Господи, не потому что я заслужу, я заслужу, может, еще больших испытаний, а просто по твоему милосердию. Помилуй мне, я от тебя не отступлю, не расслаблюсь, даже когда будет полегче. Следующий вопрос. Человек умер, не успев покреститься. При жизни говорил, что не сможет совсем не грешить, поэтому откладывал таинство крещения. Как теперь нам, родным, близким, помочь ему, его душе, как правильно молиться? Ой, к сожалению, вот тут мы видим некоторый такой формализм, который в древней церкви был, почему в древней церкви многие люди крестились в сознательном возрасте, а потом церковь эту практику для христиан, по сути, запретила. Это как бы смывается крещением грехи просто, да? Да, потому что многие, например, ну вот Василий Великий, Григорий Богослов, они, ну вот, правда, не дерзали. Они хотели чуть-чуть разобраться в богословии, потом увидели, какие они подвижниками были. А многие люди, они именно по формальному признаку, ой, сейчас можно еще пожить, погрешить, потом все смоется. Человек, кто с такой логикой живет, он показывает, ведь ты попадаешь не потому, что у тебя больше или меньше грехов смытых или не смытых в Царствие Небесное, а насколько Господь увидел твое стремление к Нему или увидел стремление от Него. Здесь Господь увидел, что человек к Нему не стремился, и поэтому Господь его насильно не начал, не стал ему устраивать, что вот какое-то крещение, что человек уже полозабытие, а родственники батюшку привели, ой, батюшка, там покрестить, человек там что-то там говорит, ой, в принципе, да, ну ладно, все, во имя Отца и Сына этого Духа крещается. То есть прежде всего всем родственникам надо вынести урок, что если мы стремимся к Христу, то стремимся, причем как родственникам некрещенным, так и родственникам крещенным. То есть со всеми надо родственниками, близкими, кто беспокоится о нем, обсудить свое стремление к Богу, проявляется оно или нет. Потому что может даже человек бывает крещенным, но стремление не проявляется. Если у кого-то из ваших родственников это стремление не проявляется, человек крещенный, но не исповедится, не причащается, сказать, ты мало того, что сам в Царстве Небесном не сможешь наследовать, потому что желания нет, Господь не видит, что ты хочешь к ним объединиться, причастие. Так ты сейчас балласт, ты не можешь, вот сейчас, что вот последний вопрос, что нам сейчас делать? Сейчас надо молиться, личная молитва. За некрещенного человека церковь не может молиться. Могут молиться только отдельные люди, каждый сам свободный. И по сути, чтобы вот батюшка уже тоже может лично помолиться, но на службе он уже не помянет. То есть поэтому те люди, которые любят, которые знали этого человека, близкие, родственники, друзья, должны молиться за него. Но как можно молиться за человека, если кто-то, про прощение его грехов, да, его вот грехов, которые не благодатью крещения, не в исповеди не смывались. Как может молиться человек, если у него собственные грехи не раскаяны? Поэтому тоже обязательно, кто из близких хочет помочь, кто, для кого человек умер, но любовь не прекратилась, уважение, а то, что, а, умер и забыли. А кто действительно по-прежнему любит и уважает своего вот этого близкого человека, тот обязательно должен пойти самому покаяться, и потом за этого человека молиться. Господь, он источник милосердия, он только ждет лишь малейшего повода, потому что в чем-то даже больше повезло. Вот человек, который крещен, но не исповедался, не причащался, умер, вот тому не позавидуешь. Потому что он благодатью Божией пользовался всю жизнь, церковь за него всю жизнь молилась, поминала, святые его своим заступничеством ограждали, а он ничего Богу не принес. А вот человек, который жил без крещения, он вот этой благодатью церковной не пользовался, с него спрос меньше. Больше дано, больше спросится. То есть ты пришел, у одного денег нет, у другого денег нет. Тоже в Евангелии есть притч. Но один действительно должен всего лишь, можно сказать, тысячу рублей, а другой сто миллиардов рублей. Да, ни у того, ни того денег нет. Но с кого спрос больше? У обоих ноль. Но одного миллиардный долг. Поэтому тут можно даже за некрещенного родственника воздохнуть чуть спокойнее. С него спрос будет меньше. Но молиться мы за него должны. Но вот те, кто родственники крещеные, они должны прежде всего помнить, что из своего миллиардного долга Господу выходить, молиться, стремиться к нему, тогда они не только себе поможут, но помогут своему близкому человеку. И в Царстве Небесном все встретимся. Отец Стахий, звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте, Отец Стахий. Здравствуйте, ведущий. У меня следующий вопрос. Как отличить самовнушение от истины веры? Спасибо. Спасибо за вопрос. Даже интересная просто постановка вопроса. Самовнушение. Самовнушение. Человек убеждает, что себя верой есть, а на самом деле ее может не быть. Действительно, такое может быть так, но воспользуемся советом апостола Иакова. Вера без дел мертва. Например, тебе кажется, я православный христианин, а дел никаких любви не совершаешь. Ну, значит, и толка нет. Как мы помним, как узнать, а у нас вера мертва или нет? Есть у нас дела, или это просто суета какая-то житейская? Апостол Павел, тут тоже воспринимаем послания апостольские, нам говорит, плод духовный, любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, кротосин. Таковых нет закона. Смотришь, у тебя вера радостная, или ты только вот ходишь такой мрачный весь, да? Ты долго терпишь, или у тебя все выбивается из колеи, и ты охотяхать начинаешь, да? Ты действительно воздержанный человек, или если у тебя пост, то ты, значит, там на хлебе води сидишь, и если не пост, то ты там так действительно наедаешься, что уже сдвинуться с места не можешь. Да, это уже, значит, воздержание не имеет никакого отношения, а наоборот, есть какой-то формалист. У тебя действительно есть кротость некоторая, да, или ты превозносишь ее на людьми, или наоборот, ну, где просто неуверенно чувствуешь, ну, там лебезишь перед ними. То есть можно вот по этим плодам или их отсутствию понять, насколько действительно у нас вера живая. Или у нас есть некоторое понимание, как апостол Павел тоже говорит, бесы веруют, веруют, что Христос есть, Бог есть, Бог в Троице, они, конечно, знали, они его ангелами были, они его созерцали, они ему служили, но это никак на их существовании не меняется. Они никак из своего злобного, озлобленного состояния не переменяют его на любовь. Поэтому здесь самое главное вот в этом себя. Тут на самом деле тоже можно убедить себя, что ой, да нет, я такой милостивый, заботливый, но порой нам Господь посылает наших близких людей, ближних, которые в том числе и наших каких-то врагов, которые нам постоянно на наши недостатки указуют. И, возможно, где-то они на нас клевеют, что и все не так, но где-то надо прислушаться, прислушаться, присмотреться и увидеть, что Господь через этих людей нам показывает. Есть что исправлять, есть то, что с нашей верой не сочетается. Тогда тоже это уже исправили, и тогда мы можем уже в полной уверенности говорить, Господи, я в Тебя верю. В том числе, однако, до самого последнего момента, как слепцы, которые пришли ко Христу в Иерихоне, шли, а Господь их почему-то не исцелял. Пока они не признались, говорим, Господи, мы верим, но помоги нашему неверию. Вот мы точно так же и должны быть. Господи, верим, помоги нашему неверию, мы свою веру постараемся с запасом укрепить. Если тебе надо перепрыгнуть с крыши на крышу, там, полтора метра, лучше прыгнуть так, чтобы на два было, да, потому что если чуть не долетел, ты там упал и разбился. Если чуть перелетел, ничего, сил не жалко. Так и здесь, свою веру узнавать, в том числе, узнавать на рациональном, на умственном уровне, читать Евангелие, читать Святых Отцов, пытаться какие-то вопросы сформулировать, вот правильно позвонить, услышать ответ. Это тоже наша вера укрепляет. Но наша вера укрепляет не только понимание дела. Если у нас будет и молитва общения с Богом, и укрепление разума, и дела веры, то тогда уже можно быть более спокойным. Скорее всего, это не самовнушение. Вера у нас есть, стремление к Христу у нас есть. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем отличается Баптийская Церковь от Православной? Ну, протестантские церкви можно назвать достаточно условно церковь. Церковь – это, конечно, собрание верующих людей, и есть некоторые филологические термины, а есть некоторое богословское направление, потому что церковь – это, прежде всего, тело Христово, глава которых сам Христос, Спаситель наш, с которой мы вступаем в единство, стремимся достигнуть обожения, и в том числе через принятие святых христовых тайн. Надо понимать, что у баптистов, как и у всех других протестантов, самых разных толков, даже самых консервативных, мы не берем каких-то там совсем уж диких сектантов, да, безумных, да, есть даже вот вполне респектабельные протестанты. Сложность равно назвать церкви в полноценном понимании, ни в юридической регистрации, ни в филологическом смысле, а именно вот как тело Христово, потому что сами протестанты, они не считают, что причастие – это истинное тело и кровь Христово. Господь говорит в Евангелии апостолам, творите себе мое воспоминание, причащайтесь тело и крови Христово, преломляйте хлеб. Протестанты, они считают, что вот они вспоминают, как Господь на Тайной Вечере дал просто хлеб и вино, а потом просто, ну, на кресте свое тело и кровь. Вот символически такое. Мы считаем, что реальность. Конечно, отличий очень-очень много, но это вот самое главное – реальность соприкосновения со Христом. Можно ли его достигнуть сейчас при жизни? Потому что если ты чего-то не смог достичь сейчас, то где основания, что ты после смерти приближешься? Конечно, у баптистов есть особенности и по сравнению с другими протестантами. В частности, вот мы уже сегодня в нашей передаче отвечали про крещение взрослых, как действительно в этом опасно. Баптисты, вот как раз у них есть некоторый акцент на крещение, на крещение осознанным, что человек должен креститься осознанным. Действительно, если человек крестится взрослым, он должен делать осознанный выбор. А не просто, бывает, многие люди, ой, я крестился в осознанном возрасте в 20 лет, но вот мне 40, я только сейчас впервые на Испусть пришел, 20 лет спустя. Спрашивают, а зачем крестился? Да, почему не осознанно? То есть даже в чем-то, может, у баптистов надо получиться. Но они почему-то отказывают в осознанном выборе родителям, потому что родители тоже осознанно за своего ребенка выбирают все самое лучшее. Они считают, что ребенок не должен ждать и умирать с голоду, пока сам вырастет и скажет, мама, я хочу есть. Да, ребенок уже пора ему есть, мама его груди подносит, кормит. Он не должен ждать, что ой, зима настала, надо его тепло одеть. Нет, путь захочет, сам в пеленку завернется. Нет, его берем, кутаем, согреваем. Жарко, наоборот, его раскрываем. Заботимся. Мы не должны ждать, пока ребенок вырос, неграмотный, говорит, ой, мам, я хочу учить 10 языков. А на родном даже языке не читать, не писать, не уметь. Нет, надо ребенка учить. Точно так же, конечно, православный человек не может согласиться с баптистом, что ребенка надо лишать самого ценного. Наоборот, родители должны крестить ребенка. Но, опять же, в чем единственная крупица истины баптистов, что осознанно, родители сами осознанно стремятся к Христу, исповедуются, причащаются, и поэтому тоже крестят детей, потому что хотят, чтобы ребенок тоже реально со Христом не соединяется. Поскольку у баптистов реального причастия нет, то у них и стимула нет. Потому что, ну, зачем ребенка крестить, если что взрослый, что ребенок, у баптистов, ну, только там хлеб преломляет воспоминания. Да, пусть и в Англии прочли воспоминания, а реального причастия нет. Для нас, вот, реальность. Реальность, мы, конечно, стараемся, соединившись со Христом, не причтиться в осуждение, чтобы превозмочь свои грехи. А ребенок, он безгрешный. Поэтому для него очень важно причащаться, что пока ловить момент, когда он может на 100% соединиться со Христом, и ничего в душе его не помешает. Потому что уже благодатью кричения первородный грех омыт, не появилось. Различия с протестантами великое множество и в понимании священства, понимании епископского служения. Поэтому их много можно перечислять, но вот это самое существенное. Если в дальнейшем у вас появится в диалогах с баптистами тоже какое-то уже более конкретное затруднение, вы позвоните, скажите, мы уже конкретизируем, найдем обязательно ответ, потому что Христос с нами и веру православную хранит. Отец Стахи, такой вопрос интересный. Как найти праведного мужа? Тут не совсем понятно. Мужа как супруга или же праведника мужского пола? Вот как здесь быть? Ну вот такой вопрос. Давайте о супруге, наверное, все-таки. Да, надо понимать, что некоторые все равно соответствуют. Если ты сам пучин и греха, то найти праведного супруга, конечно, немножко сложно будет. что если ты все-таки уже в силах, в силах своей страсти победить, то ты уже можешь больше замахиваться. Поэтому прежде всего, если уж мы решили найти праведного мужа, надо помнить, что мужья не только находятся праведные, их можно праведными сделать. То есть ты находишь, в принципе, такую сырую глину. Родители худо-бедно воспитали. То есть, ну, человек слабоверующий. Но для того, чтобы сделать его себе достойным православным мужем, ты его возьми, приведи к вере. Не заставь вычитать 100 канонов, да? А наоборот, подведи, покажи красоту православия, что это радостно, что это легче на душе. Только не так настойчиво, а то испугается. Да, да. Не загонять, не загонять. То есть насильно мил не будешь. Как нельзя насильно и в ЗАГС загнать, так и нельзя насильно и в Храм. Не, ну можно, но последствия. Можно, можно, но не нужно. Иначе за свои ошибки тоже придется расплачиваться. Понятное дело, что если лучше заботиться сразу о своих детях, потому что если ваши дети будут ходить в воскресную школу, и мальчики, и девочки как-то будут с детства ходить в храм, то уже им будет проще какого-то своего супруга православного найти в православной среде. Есть некоторые, конечно, и уже такие более технические методы, что правда ходить в молодежные клубы при православных храмах, устраивать их. Если даже бывает, что в Москве с этим получше, а бывает городок, где, ну, батюшки не очень ленятся, говорят, а у нас одни бабушки, где-то молодожь придет. Ну, выступить инициатором, сказать, батюшка, давай тебе помогу, организую, буду чай наливать, да, а вы просто будете приходить с нами чуть-чуть беседовать. И вам это все равно не будет, батюшка будет, скажет, ой, лень, бабушке денежек принесут. Ну, батюшка потом в отчет напишет, да, в отчет напишет. А главное, что можно батюшке, батюшка, вот сейчас бабушки умрут, кто будет вам зарплату платить? А вот вы поработаете с молодежью, это ваши будущие прихожане тоже. Батюшка такой задумается, ой, не-не-не, ты наливай чай, я обязательно приду, постарайся что-нибудь более интересное рассказать, не как бабушкам, да, которые все выслушают, а что-нибудь такое бодренькое. Да, если даже батюшка на своем приходе, ну, не может, может, он очень молитвенный, но сложно ему, ну, прийти на другой приход и сказать, батюшка, давайте тоже, я вот готов быть главой молодежного клуба, и даже, может, какие-то отчеты написать. Вот, ну, есть у меня эта активность, а Господь за эту активность авось и вознаградит. Кроме того, очень полезно бывает узнать человека в труде. Поэтому вот есть, например, проект «Общее дело наследия Севера», да, реставрация храмов, когда люди не просто едут даже в какую-то поездку, а вместе трудятся бок о бок, и видно сразу и негативные стороны, и позитивные, и понимаешь, могу вот эти негативные стороны как-то в праведность обратить, могу позитивные стороны ими удовлетвориться, а во мне как что там вылезло, могу я над собой поработать. И, в принципе, любые вот православные паломничества, путешествия, то есть вот ребята там, кого год назад я венчал у себя на приходе, они у меня познакомились в поездке, мы ездили с молодежью паломничества Ярославля, никаких бабушек не взяли, сказали, батюшка, хотим только вот... Тусовкой, да? Да, молодежь, да, да, вот, и действительно поехали, вот люди познакомились, повенчали, замечательная семья. Другие ребята ходили вместе на евангельскую группу, там ходили вокруг и люди самого разного возраста, но все равно вот им было интереснее, что тоже на евангельскую группу пришел со мной человек, мой ровесник, тоже познакомились, вот я их венчал несколько месяцев назад, после Пасхи. Уже тоже такая радость, поэтому любая переходская какая-то активность, она помогает семьям состояться, и если у батюшки просто забеганного нету сил этим заняться, надо просто помочь ее организовать. Отец Тахий, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. У меня такой вопрос, вот я все время хочу прийти в церковь и поучаствовать в богослужении, поставить свечку, ну, как будто вот что-то меня не пускает. Вот что это может быть? Это не что, это кто? А это наш сопротивник. То есть душа наша по природе христианка, и, конечно, душа нашей церкви стремится. Поэтому Господь говорит, придите ко мне все труждающие обременены, я дам вам покой. Господь нас ждет, Господь назовет. Кто не захочет нас пускать? Ничто, а кто? Только бес. Он предложит тысячу один предлог. Да, он может действительно повлиять там через злых людей какие-то препятствия, может какие-то стечения обстоятельств, ой, подскользнулся, упал, ой, дела какие-то навалились, ой, наоборот, что-то такое приятное, то есть позвали в гости, позвали там на концерт, на стадион, то есть что-то тоже, что вот нас должно отвлечь. Или нет, наоборот, дали какое-то задание на работе, мы, честно, потрудились, сверхурочная какая-то занятость, и мы из-за этого не нашли сил встать из-за страны службы пойти. Нет, надо себя превозмочь. Для начала, прежде всего, надо понимать, что сила Бесовская, она боится молитв. То есть не ждать, пока в храм попадешь, начинать уже дома молиться, перед едой молиться, вечером чуть-чуть молиться. Идешь по улице, мысли какие-то лезут, скверные в голову тоже помнятся, и не лезут, и радостные тоже Господу поблагодарил. Если молитва уже в сердце появляется, уже дьявольская хватка вокруг души расслабляется. А он просто человек, если не ходит в храм, даже если человек вроде верующий христианин, он же воспринимает, что это все, это моя добыча. Я его поймал, этот человек, а ему добыча верующий человек в два раза вкуснее, чем неверующий или там иноверец. Да, поэтому он за христианина будет держаться смертным боем. И даже человек дойдет до исповеди, уже легче будет. После исповеди нормально проведет, вечер с утра придет причтиться, достойно подготовившись. Вообще тоже такая легкость. Но если ты еще после причастия не сорвался, вот благодать, которая тебя в душу принял, она у тебя остается, совершенствование Господь чувствует, заслужил, тоже силу бесовскую отодвинет. Да, будут и потом испытания, будет потом мешать, но главное сделать первый шаг. Если уже первый шаг сделал, протянул Господу руку. Господь ждет он с протянутой рукой, чтобы нас вот схватить, вытащить из этого болота. Но он никогда не нарушит нашу свободную волю, никогда не полезет нас против нашей воли. Он, конечно, печально только смотрит, человек почти до храма дошел, или даже храм зашел, свечку поставил, а на службу не попал. Поэтому решайтесь. Господь этого ждет, Господь этого хочет. Никто рогатый, хвостатый нам не должен быть помехой. Можно ли говорить знакомым о их грехах, чтобы привести к покаянию, если они сами рассказывали о своей жизни, о своей жизни, и ты, как бы, тем самым, понимая, какие-то их жизненные ситуации, указываешь на их ошибки? Тут очень важна, ну, сила нашего авторитета. То есть, если действительно это не знакомые, а наши хорошие друзья, которые нам доверяют, которые знают, что мы прислушиваемся к их советам и тоже понимаем про свои грехи, они тоже говорят, ой, не-не-не, мне обидно. То есть, есть некоторый двусторонний процесс. То можно человеку помочь, человеку можно сказать, показать, ну, смотри, ты вот это говоришь, а ты, ну, не замечаешь. Да, ты вот все время обещаешься на кого-то третьего, посмотри, ты ему тоже вот такую обидную вещь говоришь или делаешь, или, наоборот, не делаешь, а своим неделанием из-за этого происходит у него какая-то обида в душе. Возьми это, убери, и будет тебе легче. Причем это не обязательно говорить о грехах. Это может быть просто как дружеский совет какой-то по ситуации. Смотри, вот так, если ты не поступишь, то и легче душе будет. И обязательно, однако, это уравновешивать надо. Потому что, как вот у нас бывает горькая пилюля, она в сладкой какой-то оболочке. И даже детки там любят жевательные какие-то конфетки, если сладкий сироп, не потому что там неприятное лекарство, а потому что оболочка сладкая. Так и здесь там даже не какая-то лесть, а мы должны в чем-то человек похвалить и сказать, ну, смотри, ты вот тут такой молодец, у тебя вот здесь получается, ты здесь фору всем дашь, вот это делается. И на этом фоне то, что ты вот так постоянно на кого-то там срываешься, или постоянно кому-то там что-то какую-то гадость делаешь, хотя, в принципе, хороший человек, ну, это даже странно смотрится. Ну, давай, подтяни это. Ну, может, тебе легче будет, если ты в этом покаешься, если ты в этом как-то начнешь менять свою жизнь с помощью Божьей, ты исправишься и будешь только идеальным. Вот останется только то, о чем я тебя сначала похвалил. Если же ты будешь прессовать человека, если ты уже те люди, наоборот, говорят, так, дружище, мы тебе показываем твой грех, что ты очень любишь всех поучать, а ты это не слышишь, то прежде всего надо начать себе, самому прислушаться тем нашим недостаткам, о котором наши близкие говорят, над ними поработать, поблагодарить их за это, и только после этого уже помогать окружающим. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я исповедуюсь, называя грех одним словом, не рассказывая как, что и почему? Ну, раз такой вопрос поступил, то, может быть, ситуация более сложная. Если ты из раза в раз приходишь на исповедь и просто повторяешь считалочку, это, конечно, кощунство, потому что ты должен либо грех не повторять, либо разбираться сутью греха. То есть бывают другие крайности, когда человек, наоборот, увлечён, чтобы батюшку сразить, рассказывает, какие там грехи были, какие-то обстоятельства, уже не в своих грехах каяться, а в чужих грехах рассказывает. Нет, тут краткость всё-таки сестра таланта, но надо всё равно сказать по существу. Если, тем более, наша как-то совесть обличает, то тоже действительно, батюшка, я вот из раза в раз сходил и пытался такими окольными словами сказать, но грех этот меня не покинул. Он повторяется. Поэтому я лучше действую наверняка, что покажу Господу силу моего раскаяния, я вот назову полностью. Я то, что вот таким одним красивым словом сказал, я действительно сам делаю, делаю тот и тот. И батюшка говорит, так что ж, я вообще другое имел в виду, но вам, может, вообще там и всё-таки сейчас там какую-нибудь петемью даже может дать, или может даже, не дай Бог, причащаться нельзя, потому что люди так завуалируют как-то свои там грехи. Ну и кроме того, священник тоже сможет помочь в какой-то ситуации, сказать, батюшка, я вот понял, я из раза в раз так-то раздражаюсь, потому что у меня вот такая-то там ситуация на работе. И священник говорит, смотри, вот здесь ситуация на работе, вот в таком-то аспекте, это ты сам не прав, и тебе не надо раздражаться, тут надо перетерпеть, жать жубы, не реагировать. Здесь просто ты, может, не виноват, но всё равно с начальником не поспоришь, но что ты с ним бодаться будешь. Зарплату платят вовремя, ну ничего, потерпи. А вот здесь, например, действительно уже спуску не надо давать, может, надо человека поставить на место, это будет для всеобщей пользы. И мы смотрим уже на скрек, который вот такой был огромный камень, который мы не можем, не выходит, как камень в почке, вот засел, да, и не выходит. Его раздробили на чуть-чуть, и он песочком вышел. Вот мы уже раздробили на три части, увидели, что нет, это на самом деле и не проблема. И это проблема, но вот действительно нужно потерпеть, а вот это вполне по силу у нас решить. И по частям с этим грехом разобрались. Поэтому попробуйте, попробуйте чуть-чуть поподробнее поисповедаться, не впадая в крайности, возможно, вам получится свой грех победить. Ангел-хранитель человеку дается с рождения или с крещения? Ангелов у Господа вагон и маленькая тележка, если быть точнее, легионы ангелов. И поэтому у Господа ангелов хватит на всех, и на крещенных, и на некрещенных людей. Поэтому, конечно, Господь, поскольку любит каждого человека, то у каждого человека есть ангел-хранитель. Но когда человек крестится, то уже такой ангел более высокого чина, я думаю, приходит. Это у нас нет каких-то доказательств. Но, понятное дело, если человек проявляет ответственную любовь, то Господь о нем тоже больше позаботится. Или несколько ангелов. Мы помним, что в душе человека может несколько бесов гнездиться. Что человек, как Господь говорит, вот ты поработал и знал одного беса, он скитался по безводным местам и вернулся, и привел с собой семь злейших бесов. Если у нас в душе полумещается семь плюс один, восемь бесов, а как мы помним, бесноватый вообще в нем легион бесов помещался, что Господу стоит нам дать? И одного при рождении, и второго при крещении. Потом мы еще какой-то благодать исподобились, и все, десяток, сотню, три тысячи ангелов. Да, как вот Амброси Оптинский говорил, где просто, там и ангелов соста. Там у него сама святая простота такая, правда, пять языков знал, это надо не забывать, что вокруг него просто легионы ангелов были. Поэтому люди заходили со своими бесами, а там один Амброси Оптинский, у него не только при рождении, не при крещении, а при его монашеском, таком самоотвержденном подвиге, просто вся его келья ангелами наполнена. Какая радость! Поэтому все равно, если кто-то из ваших друзей спорит, нет только при рождении, нет только при крещении, и там, и там ангелы даются, их количество можно умножать до бесконечности. Их много у Господа, и Господу их для нас не жалко. Такой коротенький вопросик, такой практически достаточно. Вот что означает в Евангелии сокращение «зач», то есть, наверное, «зачал» имеется в виду «человек», и числа в скобках. «Зачало» — это церковное деление. Если мы посмотрим, бывает числа в скобках, то будет указано «МФ», «Матфей», «ЛК», «Лука», «МК», «Марк» и так далее. И в том числе свои обозначения для всех посланий апостольских и ветхозаветных книг, там «Быт», «Бытие» и так далее. Это чтобы нам, мы когда видим либо в Евангелии, либо в принципе в каком-то тексте, который ссылается на Евангелие цитата, чтобы мы ее могли найти и посмотреть контекст. Мы открываем «МК», смотрим, это не газета, такая сноаминная аббревиатура, мы знаем, что «МК» — это уже Евангелие от Марка. Смотрим, там цифра 1, значит, это первая глава. Смотрим стихи 5-10. Это значит, вот эти самые стихи, находим их по нумерации. Однако на богослужении используется немножко другая система отрывков, которые читаются. Они читаются тоже по стихам, но берутся смысловые отрывки, которые разбиваются на зачало. Зачало, они идут параллельно делению на главы стихи. То есть бывает зачало совсем коротенькое, несколько стихов, бывает зачало длинное, там 20-30 стихов может быть, особенно Великопостные такие зачало. То есть зачало — вот как раз то, что ты начал читать, и вот этот кусочек весь обязан на службе прочитать. Поэтому, когда мы видим тоже, что там зачало 15-е, Евангелие Теана, то мы знаем, так, это не 15-е, голова не 15-е стих, а мы просто пролистываем вот эту в богослужебном Евангелии, в обычном Евангелии может не быть, который для домашнего использования. В богослужебном Евангелии прочитываем и находим именно 15-й отрывок из данного Евангелия или из данного апостола. Отец Стахи, я благодарю вас сегодня за нашу встречу. Очень приятно, что вы опять нашли время быть у нас, и будем прощаться. Вам вот краткое напутствие осталось сказать нашим телезрителям. Дорогие телезрители, все мы находимся под покромом Пресвятой Богородицы. Ее чудодейственный образ, Казанской иконы, он не только ограждал нас от врагов земных, самое главное, он ограждает нас от всякой силы Бесурской. Но почему мы можем что-то у Богородицы спросить? Потому что она нам сама как мать наша небесная. Но надо помнить, что кто воспринимает тебя как мать, если ты похож своими лучшими качествами на ее сын. Поэтому давайте все будем стараться быть как Христос, подражать как Он во своем прощении, в любви, в незлобе, в готовности послужить окружающим людям. Если мы так будем делать и будем молиться Пресвятой Богородицы, то она обязательно увидит в нас сходство со своим Божественным Сыном и обязательно за нас перед Его небесным престолом походатайствует, и все у нас будет хорошо. В гостях у нас был Иерей Стахико Латвин, издатель храма «Воздвижение Креста Господня» в Митине. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова